Как искать корень из двух? Во-первых, чтобы я понимал, с кем имею дело. Поднимите, пожалуйста, руки те, кто понимает, что такое корень из двух. Ага. Меньшая часть народа, да? Причем совсем-совсем меньшая часть народа. Отлично. Значит, заодно и поймете. Итак, что у нас есть? У нас есть отрезок длины один. У нас есть перпендикулярный ему отрезок длины один. И гипотенуза этого прямоугольного треугольника. Идея понятна? Да. Замечательно. Вопрос. Чему равна эта самая гипотенуза? Ответ. Если мы с вами возьмем бумагу в клеточку. Мне тяжело рисовать на доске. Поэтому я, извините, не буду рисовать, что идеально это красиво. Надеюсь, что более-менее понятно. Так вот, если взять бумагу в клеточку, то мы можем сделать следующую штуку. Можем взять такой вот квадрат. Давайте посмотрим, что происходит с размерами. Здесь один, 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 один. Здесь везде х. Здесь везде х. Замечательно. Чему равна площадь этого квадрата? Площадь прямоугольника – это произведение тринадцать сторон. Так? Значит, площадь квадрата – это что? Произведение чего? Его сторон. То есть в данном случае это что такое? Х квадрата. Х умножить на х. Отлично. Теперь вопрос. Из какого количества таких штучек состоит наш квадрат? Из четырех. А чему равна площадь половины клетки со стороной один? Одной второй. Одной второй. Значит, это четыре раза по одной второй. То есть сколько? Два. Два. Ребята, вот у нас получилось уравнение. Х в квадрате равняется... Значит, сейчас все вы обязаны признать. Вы знаете, что такое корень без двора. Это отрезок, который возникает, если под девяносто градусов нарисовать два отрезка длины один. Правильно? Вот эта вот гипотенуза – это и есть корень без двора. Замечай. Или, если смотреть там в графическом, это такое положительное число, которое, когда на себя умножишь, получится ровно. Хорошо. Теперь вопрос. Как вы считаете, корень из двух, он больше, чем единица или меньше? Больше. 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 Потому что видно, что этот отрезок длиннее, чем один. Отлично. Корень из двух, он меньше, чем двойка или нет? Да. Смотрите, здесь один, здесь один. Это ломаная. А это прямой отрезок. Значит, он меньше, чем один плюс один. Так? Да. Отлично. Если у меня есть число икс и число полтора. Надеюсь, вы понимаете, почему я взял полтора. Потому что это середина между единицей и двойкой. Что больше? Икс или полтора? Как это узнать? Да? Надо полтора умножить на полтора, признать и квадрат полтора. Исследовательно, мы узнаем больше, чем единица. Абсолютно. Для того, чтобы узнать, какой здесь знак, надо возвести обе части в квадрат. Кто умеет умножать 15 на 15? Это 225. 225. Соответственно, полтора в квадрате это 2,25. Но кто не хотел посчитать, поверьте, это так. Как угодно. Поверьте, это действительно так. А здесь у нас стоит двойка. Значит, так, двойка меньше, чем 2,25. Значит, икс у нас с вами, господа, больше единицы, но меньше, чем полтора. Хорошо. Теперь, ну вот интересно. Икс больше, чем 1,4 или нет? Для того, чтобы это знать, надо быстренько посчитать 14 в квадрате. 14 умножить на 14. Кто не знает? 196. 196, совершенно верно. 14 в квадрате 196, значит, это 1,96, а это у нас меньше. Таким образом, я получил такое неравенство. Икс больше, чем 1,4, но меньше, чем 1,5. Ребята, единственная проблема. Если я сейчас буду продолжать работать таким образом, то чем дальше будет идти вычисление, тем сложнее и сложнее. И тем, вот, понимаете, полтора в квадрате, большинство помнили наизусть. 1,4 то же самое. А вот дальше нужно будет уже трехзначные числа возводить в квадрате, четырехзначные. Поэтому, если я хочу на этом занятии найти для вас хотя бы, я не знаю, 5 знаков после запятой, а я хочу это сделать, то в таком случае нужно придумать какой-то другой способ. Вообще, программисты знают, что довольно быстрый способ решения задачи на компьютере – это деление пополам. Слышали такой метод? Да. Когда вам дают какую-то большую задачу, то очень любят программисты взять ее, разделить задачу пополам, потом еще раз пополам, еще раз пополам, и обычно так все получается. Вот. Почему в данном случае этот способ на самом деле более или менее действительно сработает? Вот почему. Вот если у вас есть уже отрезочек от 1,4 до 1,5, то вы можете преспокойненько сделать так. Разделить его пополам. Получится, понятное дело, 1,45. И после этого возвести это число в квадрант. Вот если результат будет меньше двойки, значит, в таком случае это будет меньше, чем корень, если результат будет больше двойки, значит, это число больше, чем корень. Ну и потом еще раз пополам, еще раз пополам. Так, давайте поймем, сколько таких операций примерно нам нужно будет узнать, если мы хотим корень из двух узнать с какой-нибудь хорошей точностью. Ну, например, вот мы уже знаем, что 1,4, дальше сотые, тысячные, десятитысячные, ну и скажем, миллион. Раз, два, три, четыре. Если я хочу узнать, ну зачем? Зачем пять? Шесть. Дальше шесть. Это уже семь. Семь, да, я хитрый. Семь знаков после запятой хочу узнать. Вопрос, сколько примерно делений пополам мне потребуется сделать? А очень легко. Дело в том, что, смотрите, здесь я должен разделить, сказать, десять раз, еще раз десять, еще десять, всего у меня получается миллион раз. Что такое миллион? Миллион – это тысяча в квадрате. Согласны? А теперь, внимание, это почти то же самое, что тысяча двадцать четыре в квадрате. Ну, поменьше, конечно, ну, близко. Вот, а значит, процент, ошибка. А тысяча двадцать четыре, господа, это два в десятых. Тысяча двадцать четыре – это два в десятых. Значит, мне потребуется двадцать делений пополам. Много это или мало? Ну, мало. Ну, со мной мало так много. Если считать на компьютере, то это действительно совсем-совсем не так много. Потому что компьютер, эти ваши двадцать операций, ну, понимаете, он делает порядка миллиарда простейших операций в секунду, соответственно, ну, конечно, там… Ну, в общем, вы поняли. Компьютер – это очень быстро. Если считать вручную, то, конечно, это всё-таки скучно делать двадцать операций. Но у математиков всегда есть, ребят, ещё одна вещь. Полезно узнавать, как что-то сделать быстро, даже в ситуациях, когда это не имеет, что называется, практического значения. Почему? А потому что бывают такие, скажем, алгоритмы, которые интересны не сам по себе, а интересны, когда он где-то внутри каких-то других. И, может быть, он там миллиард раз успеет проработать этот алгоритм, прежде чем там мы делаем что-то действительно для нас полезное. В общем, господа, исследование скорости вычисления процессов, безусловно, интересно, потому что, когда вы имеете дело с компьютером, вы, понимаете, вы хотите, чтобы, я не знаю, там, этот компьютер показал вам путь между, там, двумя местами в Москве кратчайшей, да? Или, я не знаю, что ещё там, заплатил за вас, там, деньги за горячую воду. Или ещё что-нибудь. Но вы понимаете, что заплатить деньги за горячую воду, она же сводится к каким-то совсем-совсем другим операциям, которые там внутри происходят. И хотелось бы, чтобы вот эти вот внутренние алгоритмы работали быстро, тогда ещё в целом будет работать быстро, да? Итак, повторяю, хотя практической надобности в этом вообще никакой нет, конечно, в изучении там именно корней из них, да? Кстати, есть такие рекорды, скажем, найти миллион знаков числа Пи. Разумеется, это не имеет никакой практической ценности. Понятно, что число Пи, там, не знаю, там, 4 знака после запятой, интересно, там, не знаю, может быть, 6 знаков. Миллион знаков, разумеется, выяснилось, потому что вы такую вселенную не найдёте, где бы это было интересно, да? Но, тем не менее, это же интересно просто потому, что пока вы их ищете, вы, что называется, заодно узнаете какие-то другие математические темы. Так и здесь, оказывается, сейчас, во время вычисления этого самого корня из двух, мы с вами узнаем совершенно некоторую замечательную закономерность, которая очень даже помогает во многих-многих случаях. Итак, поехали. На самом деле, чего мы хотим? Мы хотим решить уравнение, х квадрат равняется 2. Можно ли число х взять рационально? Нет. Нет. А если очень хочется? Я могу доказать, что нет. Замечательно, а всё равно хочется. Ребята, если что-то нельзя сделать, это замечательно. Но сразу после этого надо задать вопрос. Хорошо, мы доказали, что это нельзя сделать. А теперь вопрос, как это сделать. Разумно? Ну, вспоминайте. Человечество прекрасно знало, что нельзя летать по воздуху. Прекрасно известно, что тела тяжелее воздуха не могут летать, потому что упадут. Но замечательно, стали делать эксперименты, там, братья Райки летали на своем самолете. Несколько лет они летали, и в это не особо, никто не верили. И потом вдруг до всех дошло. Ух ты. Мы, конечно, знаем, что летать нельзя, а они летают. Вот здесь ситуация ровно такая же. Итак, х рациональное число. Поехали. Это есть какое-то там k разделить на n. Нормально? Да. k натуральное число, n натуральное число. Отлично. Пишем. k в квадрате разделить на n в квадрате равняется 2. Нормально? Нормально. Значит, k в квадрате равняется 2n в квадрате. k четное число. Значит, k равно 2l. Дальше Коля начинает рассказывать, почему это нельзя. Итак, k четное число, потому что это число четное. Значит, k это какое-то 2l. Подставляем. Переписываем это в виде 4l в квадрате равняется 2n в квадрате. Значит, это тоже четное. И получаем уравнение, которое не сильно отличается. Только двух вы немножко изменились. А значит, опять у нас n четное число. А вы считали, что k это здесь до n нескольких. Я начинаю сначала, и так и будет, да? Ключательно. А я сейчас возьму и чуть-чуть изменю эту форму. Ребята, ну хорошо. Вот есть уравнение. Мы уже поняли, что у него нет решений натуральных числов. Что надо сделать, чтобы все-таки решение появилось? Очень просто. Надо здесь написать. Мне же не обязательно абсолютная точка. Я вполне могу. Если числа k и n будут очень большими, то на их форме единичка вообще будет незаметна. Итак, пишу уравнение. k в квадрате минус 2n в квадрате это плюс-минус 1. Уравнение Пелля. На самом деле, впервые это уравнение, конечно, стали решать задолго до Пелля. Более того, лично Пелль не имел к этому вообще никакого отношения. Это уравнение назвал уравнением Пелля Эйлер, который был тогда молодой, и не особо, что называется, следил за историей. Ему показалось, что Пелль... Ну, как случайно произошла ошибка, он написал, но который был настолько влиятельным математическим автором, что его книги читали. Читали, читали и читали. Как он написал Пелль, хотя довольно быстро разобрались, что это неверно, но один раз написанное Эйлер приклеилось на всю жизнь, навсегда. На самом деле, даже не обязательно с двойки. Здесь любое неправильное слово можно написать, лишь бы оно не было полного квадрата. И тогда это все равно будет называться уравнением Пелля. Итак, наша цель сегодня – научиться решать вот такое уравнение, которое называется уравнение Пелля. Мы научимся быстро искать натуральные числа и удовлетворяющие. После этого найдем большие-большие К и Н и, соответственно, получим ответ для нашего корня из двух. Проект понятен? Проект понятен. Сейчас быстро подберете разные натуральные числа, удовлетворяющие этому уравнение. Значит, итак, что у нас К в квадрате минус 2Н в квадрате? Это будет минус 1. Хорошо. Еще можно взять в качестве К тройку, в качестве Н двойку. Тогда 9 минус 8 – это будет 1. Ребята, а вот дальше несколько столбцов найдите сами, после чего найдите закономерность, которая в этой таблице есть. Ну, а дальше мы, соответственно, докажем, и на этом задача будет решена. Переаботаем. После 3 и 2 идет 5 и 5, 3, а результат 7 есть. Ну, в смысле здесь 7, а здесь 5, да? Нет. К 5, Н 3 и выражение 7. Так, здесь 7, да? К 5. Ну, не бывает 3, мне нужно, чтобы было только плюс-минус 1. Так, друзья, К равняется 3, а К в квадрате 2, 2Н в квадрате равняется 7. Ну, нельзя сюда 7 писать. Сюда можно писать только 1 и минус 1. Меня интересуют только вот такие решения. Нет, нет, ребят, на самом деле, здесь 5, я написал правильно, да, что? Нельзя, число у нас это натуральное. Ну, догадайтесь уже, совсем легко. Да, говорите. 7. 7, конечно. 49 минус 2 раза 25, это минус 1. Так, дальше, прошу. Да, давай. 2 равно 17, 7 равно 2 и 12. 17 и 12, молодец. 289 минус 2 раза 144, это действительно будет 1. Отлично, дальше. Да. 4 и 3. 4 и 3, ничего подобного. 16 минус 2 раза 9, это будет минус 2, нельзя. Мне нужна плюс минус единица. Нет, ребят, у вас, на самом деле, правильно вот эти вот 4 столбика запомнено. Осталось только увидеть, какая закономерность. Да? Это неинтересно. Мне нужно правило, которое вот из чисел 7 и 5 делает вот эти 2. Из этих двух делает эти, из этих делает и так далее. Да, пожалуйста. Это получается, это число плюс предыдущие. Сюда что писать? 20. Сколько? 20. 29, молодец. А сюда что писать? 40 и 4. И верно? 41 сюда писать. Так, давайте быстро запишем. 41 в квадрате, кто знает? Да, 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 3681, совершенно верно. А сколько будет 29 на 29? Считайте уже. 29 в квадрате. 841, правильно. Так вот, если на 2 умножишь, господа, если на 2 умножишь, что получается? 3682, и значит здесь результат минус 1. Если вы внимательно посмотрите на табличку, то увидите, как получалось 29 из этих чисел. Как? Сложением. Сложением. Значит, здесь что надо написать? 70. 70. Молодцы. Здесь надо написать 70. А здесь что? Узер 99. Молодец. А здесь 99. Поехали проверять. 99 в квадрате. 9 тысяч что? 811. 70 в квадрате, это не сомнение. 4 900. Значит, когда на 2 умножаешь, то получается 9800. Отлично. Значит, здесь получается результат 1. Господа, мы должны теперь опять сложить, получается число 169. После этого вот так вот сложить, получается 200, что там? 239. 239. Можно, я не буду проверять уже, а мы с вами проведем еще несколько этапов. Значит, а именно, если вот эти вот два числа сложить, то будет 400 в усим, правильно? А если вот эти два числа сложить, то будет 577. Замечательно. Надеюсь, что сейчас кто-нибудь из вас потихонечку запомнил до конца, потом продиктует. Я запрещу, продиктую. Потихонечку сейчас примет сделает, да? Вот, но главное совсем не в этом. Потому что придуманную нами закономерность, разумеется, надо доказать. Как только мы ее с вами докажем, сразу же станет намного легче, что называется, приятнее. В общем, так, я пишу теоретику. Надеюсь, что вы сейчас легко все поймете. Как изучить теоретику? Вот у меня есть очередные числа. 408 и 570. Есть пара чисел N и K. По какому закону я хочу получать следующее? Очень просто. Я хочу здесь написать N плюс K, а здесь я хочу написать сумму N и N плюс K. То есть 2N плюс K. Если у меня написано уже уравнение K в квадрате минус 2N в квадрате равно 0 и плюс 3 и минус 1, то в таком случае для новых чисел, а что такое новые числа? Вместо K написано 2N плюс K. А вместо N написано N плюс K. Так вот, то для новых чисел у меня будет на самом деле наоборот. То есть если было минус 1, станет плюс 1. Если было плюс 1, станет минус 1. Доказательство совсем не такое уж и трудное. Давайте посмотрим. Что значит доказательство? Расскрыть скобки. 2N плюс K в квадрате. Простойте. 4N квадрат. 4N квадрат. Плюс 4NK. Плюс K квадрат. Плюс K квадрат. Плюс K квадрат. Дальше. Минус 2N квадрат. Правильно. Дальше. Минус 4NK. Минус 4NK. И, наконец, минус 2K в квадрате. Единственное, это доказательство, что в зубинном голосе будет говорить. А веселее. Но это правда. А теперь смотрим. 4NK с плюсом и с минусом исчезло. Значит, осталось у нас с вами 2N в квадрате минус K в квадрате. Увидели? А что это такое? Это взятый со знаком минус K квадрат. Минус N квадрат. Это то самое выражение, которое было. Только перед ним минус. Поэтому если было плюс-минус, то станет наоборот. Знаки поменяют. Если у плюс, то станет минус наоборот. Вот так мы с вами сделали совершенно замечательную подачу. Мы действительно поняли, как из одной пары в этой таблице получается другая. На самом деле, у этого есть еще очень интересная сторона. Никаких решений, кроме вот таких, на самом деле уравнения L нет. Но это доказывается, что называется, отдельной процедурой. Давайте сделаем так. Ведь для вычисления корней из двух, на самом деле, мне же совершенно не важно, есть у этого уравнения еще какие-то другие решения или нет. Мне важно, что я научился довольно-таки быстро строить все большее и большее число. Согласны? Замечательно. Значит, я могу сделать так. У меня есть мечта о том, чтобы дойти до седьмого знака после запятой. Давайте посмотрим тем способом, в котором я сейчас хочу идти. У меня есть шанс быстро дойти? Или нет? Ну вот смотрите, как примерно здесь происходит. Вот когда я их сложу, у меня будет девятьсот восемьдесят пять. Потом сложу эти числа, получится тысяча триста... Сколько там? Девяносто три. Сложу эти. Кто-нибудь уже посчитал сколько? Две тысячи триста семьдесят восемь. Очень хорошо. А здесь? Две тысячи три. Три тысячи три. Шестьдесят три. Еще посчитали? Сколько? Пять тысяч семьсот сорок один. Пять тысяч семьсот сорок один. А здесь? Калькулятор есть? Да, конечно. Сможете мне быстро подректовать восемь тысяч сто девятнадцать в квадрате? Сколько? Восемь тысяч на девятнадцать? Да. Сейчас. Пятьдесят пять миллионов девятьсот сорок один. Так, хорошо. А вот это? Пять семь четыре один в квадрате. Сколько? Трицать два миллиона девятьсот сорок девять тысяч восемьдесят один. Пожалуйста, вот это последнее число на два. Окей. Шуча. Шестьдесят пять миллионов девятьсот сорок девятьсот сорок два. Ура! Значит, мы пока еще не ошиблись. Ребята, здесь такая история. Вы видите, что, конечно, числа растут довольно-таки быстро. На самом деле, число, вот это вот число, пять тысяч семьсот сорок одна, восемь тысяч сто девятнадцать. Эти числа растут действительно довольно-таки быстро. Вот интересный вопрос. Слышите, сейчас еще петь смотришь. Если я в качестве ответа напишу пять тысяч семьсот сорок одна, восемь тысяч сто девятнадцатая, какая будет точность? Точность будет одна миллионная или точность будет одна тысячная или одна сотая? Примерно какая точность? Вот, итак, задаю себе такой вопрос. Конечно, у меня здесь еще немножко осталось стандартное место. При желании я могу еще одну клеточку, да, вот, еще один столбец запомнить. С другой стороны, видно, что уже надоело. В конце концов, числа уже большие. Я не хочу идти до того момента, когда у меня уже в знаменателе будет десять миллионов. То есть, понятно, конечно, что такая точность для этих десять миллионов, тогда точно, точность будет у меня какая-нибудь. А вот интересно, та точность, которая сейчас хорошая или же еще недостаточная? Нет, по-моему, это не аргумент. Хорошая. А почему? Мы сейчас, когда выписываем вот эти самые числа, на самом деле, выписываем так называемые подходящие трубы для числа корень быстрый. Я почему не стал вам доказывать, что никаких решений нет, потому что просто, если бы я сейчас не стал все это делать, то тогда я точно не успел рассказать про подходящие трубы, а это, мне кажется, на первый раз тоже более интереснее. Так вот, господа, я сейчас продемонстрирую вам совершенно замечательный фокус. Для чего я это написал? Чтобы сейчас объяснить, почему на самом деле эта штука маленькая. Смотрите, как это делается. Сначала приводим к общему знаменателю. Пять тысяч семьсот сорок один. Здесь будет пять тысяч семьсот сорок один умножить на корень из двух минус восемь тысяч, это будет восемь тысяч, отлично. Ну, пока непонятно. То есть, можно, конечно, закручивать или посчитать, но это, что называется, не спортивно. Мы хотели бы обойтись сейчас без закручивать. Надо сделать так. Числитель из номинаций надо умножить на то же самое, только с плюсиком. Пять тысяч семьсот сорок один корней из двух плюс восемь тысяч сто девятнадцать. И здесь знаменателю тоже написать пять тысяч семьсот сорок один корней из двух плюс восемь тысяч сто девятнадцать. А теперь смотрите, как все замечательно получается. Когда вы умножаете разность двух чисел на их сумму, кто помнит, что это такое? На самом деле что? А квадратный. Это разность квадратов чисел А и В. Здесь у нас числитель, так и написано. Здесь сумма, здесь разность. Пишу. Пять тысяч семьсот сорок один в квадрате умножить на два минус восемь тысяч сто девятнадцать в квадрате разделить на произведение числа пять тысяч шестьсот сорок один и суммы пять тысяч семьсот сорок один корней из двух плюс восемь тысяч сто девятнадцать. Так, кто помнит, чему равняется числитель? Чему плюс-минус? Вы знаете? Плюс-минус. Господа, это же здорово, это же просто совершенно замечательно, потому что получилось, что у нас в знаменателе огромное число. Ну, давайте примерно сообразим, сколько это будет. Это примерно пять тысяч, а это, очевидно, больше, чем десять тысяч, да? Пять тысяч на десять, даже больше, но я уж так, грубо считаю. Пять тысяч на десять тысяч, это, господа, у нас пятьдесят, чего? Миллионов, а я хотел с точностью до одной десяти миллионов, а получил точность даже одна пятидесяти миллионная, даже на самом деле еще лучше. Господа, выясняется, что я уже даже могу и не дописывать вот эту табличку. С точностью до вот такой вот я уже знаю ответ. Пять тысяч семьсот сорок один в знаменателе, восемь тысяч сто девятнадцать в числителе. На самом деле это неожиданно, если кто-то заранее не знал. Это обычно производит впечатление, что человек даже не особо верит. Как так, хотели семь знаков после запятой, а оказывается, можно ограничить скромным числом восемь тысяч сто девятнадцать в пять тысяч семьсот сорок первых. Господа, между прочим, это знал уже Архимед. Уже древние греки знали. Теория цепных дробей. Я сейчас покажу, как можно было получить все вот это дело без использования уравнений пельдер. Как ни странно, есть способ более прямой. И он, что называется, может быть, вам прояснит ситуацию. Но, прежде чем бросать разговор об этом, я могу сказать следующее. Оказывается, цепные дроби и вот это уравнение пельдя чрезвычайно тесно связаны. То есть, я сейчас выпишу цепные дроби, и вдруг окажется, что это на самом деле просто то же самое, только по-другому изложенное. И оказывается, что вот эти вот числа, это не просто числа, а это так называемые наилучшие приближения. Смотрите, в чем история. Когда мы пользуемся десятичной системой исчисления, то мы на самом деле что делаем? Мы любое число записываем или в виде там сколько-то десятых, или сколько-то сотых, или там сколько-то там десяти миллионов. Мы все пишем по отношению к десятке. Но почему вы подумали, что корень из двух так уж напрямую связан именно с числом десяти? Понятно? Число десяти – это характеристика. Это просто как я устроен. Понятно, да? Вот у меня десять пальцев. Поэтому мне, естественно, считать в десятичной системе исчисления. Но, извините, корень из двух знаний не знает о том, сколько пальцев. Это какая-то историческая случаясь. Это вот там было животным удобно, поэтому так развелись конечности. По-другому эволюция как-нибудь пошла бы, может быть, конечности как-то и по-другому были бы у нас устроены. И считали мы бы так, значит, программисты любят считать в двоичной системе, там 16-ти речи, и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, оказывается, что можно изучить, что называется, все системы исчисления сравнены. И можно доказать, что вот эти вот дроби, это самые лучшие. Я, для того, чтобы стало немножко понятнее, сейчас должен быстро объяснить, что такое цепная дробь. И, соответственно, я должен понять, каким образом тот же самый ответ можно было получить при помощи цепных дробей. Сейчас будет некоторое вычисление. Вычисление совсем несложное, но неожиданное. Поехали. Корень из двух. Давайте я буду сразу объяснять, как это делается в общем случае, чтобы это было не просто вычисление для корня из двух, а чтобы вы поняли, как вообще цепь дробь не подняться. Надо сначала выделить целую часть. Скажите, пожалуйста, корень из двух между какими целыми числами расположены? Один и два. Один и два, совершенно верно. Значит, целая часть это единица. Все. То есть у нас есть корень из двух минус один, это единица, да, в сумме все замечательно. Так, а теперь идея. Надо взять и числитель из геннатия умножить на корень из двух плюс один. Так, пожалуйста, быстро запишите эту формулу. Пока ничего сложного. То есть все время идет равенство. Никаких не равенств. Все время идет равенство. Теперь, что такое корень из двух минус один умножить на корень из двух плюс один? А дизель это корень из двух плюс один. Дизель это посторонний. Корень из двух минус один умножаем на корень из двух плюс один. Сколько больше? Единица. Это будет разность квадратов. Ну, а то есть действительно два минус один это один. Отлично. Вот пишу. Единица плюс единица деленная на корень из двух плюс один. Ребята, осталось чуть-чуть. Объясняю, почему получилось у меня сейчас из двух. Потому что я выделил целую часть, а дальше у меня единица деленная на что-то такое. А вы понимаете, что здесь опять тот же самый корень из двух. Так, единица выделили, а значит там еще одна была. И у меня получилось так. Два плюс корень из двух минус один. Обратите внимание, что здесь вот корень из двух минус один. И здесь тоже корень из двух минус один. Согласны? Замечательно. А значит я могу сделать ровно то же самое, что уже сделал. Смотрите. Двойка домножить. Ну, я на всякий случай пишу подробно, хотя думаю, что все уже все понимают. Домножили. В числителе опять получилось единица. Получилось число здесь вот у меня корень из двух плюс один. И мы помним, что оно было. А значит можно вынести опять что? Что? Ребят, вы поняли, что будет дальше? Да. Дальше будут подряд двойки. Начинается это с единицы, а дальше все время будут двойки, 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 двойки. И сейчас я наконец-то могу задать вам простой вопрос. Он будет, правда, состоять из многих пунктов. Понимаете ли вы, что один – это одна первая? Да. Что один плюс одна вторая – это три вторых. Да. А один плюс единица, делённая на два плюс одна вторая – это? Один и две трети. Неверно? А нет. Один и две трети. Неверно. Числитель из знаменателя умножает на двойку, в знаменателе вовсе не три. Сколько они? Один и один – две пятых. Что они умеют? Смотрите, а это корень из них? Никакой ни корень из них. Один плюс две пятых. Это один плюс две пятых. То есть на самом деле? Семь пятых. Семь пятых, конечно, молодец. Это семь пятых. Так, пошли на следующий этап. Единица плюс единица, делённая на два плюс единица, делённая на два плюс одна вторая. Это сколько? Семь пятых, двенадцать. Сколько? Семь пятых, двенадцать. Конечно, господа. Это, конечно, семнадцать, двенадцать. Давайте я объясню, как работает эта штука. Надеюсь, вы все понимаете, что вот эти числые нацены. Как работает эта штука? Вот представьте себе, что мне нужно вычислить следующую подходящую дробь. То есть у меня вот здесь вот три дробные черты. А сейчас я напишу выражение, в котором будет четыре. Сейчас все увидите. Значит, итак, у меня здесь вот уже три дробные черты. Сейчас напишу четвертую. Все. Так вот, господа, внимание. Я могу сделать так. Я могу вместо этой двойки написать один плюс один. И сказать, что вот это, это в точности вот это число. Согласны? То есть семнадцать двенадцатых. Ну, а когда в единице прибавляешь единицу, деленную на один плюс семнадцать двенадцатых. Неужели человечество не способно умножить числитель и знаменатель на двенадцать? Единица плюс двенадцать двадцать девятых. То есть двадцать девять плюс двенадцать двадцать девятых. Павла ссорой, одна, двадцать девятый. И все поняли? Что нет? Это обычная работа с дробями. Давайте я его, если хотите, в общем виде проведу. Может быть, так будет понятно. Вот, если у нас есть длинный, предлинный. Я не знаю даже, как сказать. Такое вот хитрое выражение длинное, да? А, представьте себе. Вот у меня есть единица плюс единица, деленная на два, плюс один, деленная на два, плюс один, деленная на два, плюс и так далее. И в конце концов, вот так, да? Давайте еще раз тренируемся. Двойку пишем, как один плюс один. Пишем? Да. После этого говорим, что вот эта дробь, это у нас предыдущая дробь. Как у нас писалась предыдущая дробь? К разделить на М. Итак, единица плюс единица, деленная на один, плюс К разделить на М. Единица плюс единица, деленная на один, плюс К разделить на М. Отлично. Умножаем числитель знаменателя. Единица плюс n разделить на n плюс k. Ну и все легко. Приводим к общему знаменателю. Приводим к общему знаменателю. И получаем 2n плюс k деленное на n плюс k. Это в точности та формула, которая у нас, собственно говоря, там была. Вот таким образом, ребята, с цепленными дровями, если мы пишем вот эту вот такую штуку, сначала единицу, а потом двойку, и вот такое вот длинное зеленое выражение, то число, которое, последовательное число, которое получается, это в точности последовательное, если изучать уравнение дровя. Господа, что я на самом деле вам сегодня не рассказал, конечно, я мог вместо корня из них написать корень там из чего-нибудь. И в таком случае совершенно понятно, что наука была бы чуть-чуть более сложной. А именно, если вы, например, напишите тройку, то вдруг обнаружится, что соответствующее уравнение Пелле не будет иметь решений для минус единицы, что там все решения будут с единицей. То есть там, возможно, вот такой вариант, да? Но это, пожалуй, не самое интересное. Самое интересное другое. Вообще-то я мог ведь рассмотреть не обязательно цепную дробь вот так просто устроенную для какого-нибудь корня. Я мог бы на самом деле написать любую цепную дробь. И оказывается, что в таком случае уже вравнение Пелле не будет, а вот то, что они являются наилучшими приближениями, останется. То есть если выписываешь любым образом цепную дробь, то ее такие вот обрезанные кусочки будут давать наилучшие приближения. А теперь самое интересное, причем в сто раз более интересное, чем то, что я сейчас рассказываю. Слушайте, господа, а вот представьте себе, что нам хочется найти не квадратный корень из двух, а зачем даже кубический? Решение вот такого уравнения. х в пятой степени плюс 8х в кубе равняется да хотя бы той же самой дроби. Конечно, опять можно подбором по одному знаку после запятой потихонечку делать, делать, делать. Нет ли какого-то быстрого? И еще. А вот интересно, когда я здесь считал, ведь я хотя и обещал вам посчитать быстро, но на самом деле не так уж я и быстро считал. Меня все-таки числа довольно медленно увеличиваются. Нет ли еще более быстрого способа нахождения корня? Оказывается, на все эти вопросы ответ. Да, способ для решения любого уравнения, причем очень быстрый, есть. Этот способ называется метод Ньютона. На самом деле, ровно сегодня на лектории для слухоплассников будет рассказ об этом самом методе Ньютона, о том, как все это в общем виде делается. Там, к сожалению, уже нельзя обойтись вот такими простыми штуками. Там надо знать, что такое преимущественное. Что такое касательное к кривой. Но, тем не менее, что называется, кого-то интересовало, там, либо сейчас, либо там, через пару лет, когда станете посильнее, есть способ гораздо быстрее, чем тот, что я вам сейчас рассказал. Называется, повторяю, метод касательных Ньютонов. Продолжение следует... Продолжение следует...